всем привет у нас сегодня опять разговор про разработку под питончик и мы продолжаем инструментальную тему то есть разговор про разные штуки которые нам понадобятся при разработке да вот и сегодня будет разговор протестирования я тут в процессе переключения основных примеров с одного инструмента тестирования на другой и нам с вами слегка не повезло сегодня я до конца на них не переключился поэтому думаю что разговор будет у нас такой я сейчас сначала поговорю немножко бла-бла как обычно про вообще тестирование места в жизненном цикле вот это все потом покажу самый смешной из тестирующих фреймворков он называется док тест а потом расскажу в общих словах про два других фреймворк которые чаще всего используются вот к которым сейчас у меня нет нормальных примеров то есть ненормальные есть но я не хочу их вам показывать нормальный пример по юнит тесту я надеюсь сделать в вот этому уже семестровый проект который я потихонечку пилю вместе с вами вот вот такой примерно план лекции потому что смотрите она и так у меня уже вот не влезает в одну лекцию надо это дело перекрыть сначала значит бла-бла я не очень думаю что большинство участников лекций действительно так сильно в теме вот про всю эту методику тестирования вот поэтому расскажу прям вот самые верхи вот чтобы было понятно вообще какой терминологии эти странные ребята пользуются тестировщик первое и соображение здравого смысла ваш программный продукт который вы пишете тоже быть как-то проверен вот среди особенно следи людей которые не монетизируют непосредственно сам программный продукт то есть в первую очередь там всякие индивидуальные разработчики какой-то комьюнити проекты сейчас вот это все довольно часто встречается идея что смотрите вот мы написали код он собирается да значит он работает я таких видал много вот этот подход несмотря на ну несколько диковатую формулировку да там типа хороший годный код он компилируется вот этот подход имеет право на существование в случае когда у вас пользовательская и разработческая база не слишком отличаются то есть ситуации когда ты запустил код он у тебя упал ты тут же пофиксил закомитил богу смысле закомитил исправление баги и пошел дальше вот в этом случае да и соответственно на небольших проектах конечно в этом случае вполне оправдана ситуация когда человек в общем не заморачивается тестами а тестами для него является real life то есть проект запускается бага возникает бага бага исправляется фикс фикс комитится и вот собственно весь жизненный цикл проекта проблема начинаются в двух случаях к сожалению эти два случая ну они начинаются тоже практически сразу проблема начинается когда у вас большой проект и даже вам как его буквально значит монтейнер у человека который знает все происходный код в общем тяжело ориентироваться в ситуации когда вы что-то нахакали и у вас все развалилось падает время от времени в разных местах по непонятным причинам вот вторая проблема возникает когда пользовательская и разработческое сообщество ну начинают быть отдельные да вы пишете приложение которые должны пользоваться другие люди если другие люди не обязаны фиксить ваши баги что в первую очередь приходит в голову ну разумеется пожевать немножко анализатор кода ввести дисциплину программирования ввести какое-то тестирование по тест плану кем-то ну например собой потыкал кнопочки кнопочки все вроде работают да там или написал методическую для отдела тестирования отдела тестирования потыкал вроде работает вот это такой уровень который от программиста как такового не требует особых усилий но адаптация канализатору кода да то есть но там потом код выдал какую-то наш замечательный пылинт да выдал какое-то соображение относительно того что могут быть ошибки ну значит поправили эти аж писать ничего не на вот однако понятное дело что качественная хорошая разработка на этом не должна останавливаться и следующий шаг в тестировании это написание специального кода специального который проверяет работоспособность ваших вашу программу продукты его компонент если это возможно сделать на автомате шикар вот это и есть то место в который мы сегодня вступим вот на самом деле как только встает повседневная практика написания тестов немедленно встает вопрос о тестовом покрытие а собственно то чего вы тестируете вы все тестируете или не все и насколько не все сразу перескочу про тестовое покрытие что можно проверять относительно того покрытых тестами или нет во первых самое простое проверить вот у вас есть программа в ней есть класс функции методы до что ваши тесты дергают все эти классы все их методы все их функции вот это для того чтобы вообще убедиться что вот тот код который вы написали реально тестируется разумеется бывает очень часто так что далеко не все классы методы функции могут быть протестированы вообще или их имеет смысл тестировать не в real life и так дальше но во первых для этого есть свои специальные ухищрения вот а во вторых конечно же вы в плане в полном праве не тестировать то что тестирование не подлежит вот второй уровень так сказать сложности это тестировать вообще все строчки кода то есть проверять что ваши тесты прошлись по всему исходному коду вашего приложения его библиотек вот ну или не по всему и посмотреть а в какой степени не по всему вот тут точно полное стопроцентное покрытие невозможно от слова совсем а вот только в исключительных случаях вот соответственно поглядеть какие части у вас не покрываются кодом понять почему это тоже очень следующее идея состоит в том чтобы не только покрыть весь исходный код тестовым покрытием но еще и отследить как функции методы вызывают друг друга как условные операторы значит прыгают с одного места на другое чтобы потестировать разные траектории выполнения и это уже немножко такое загадочное требование которое иногда бывает нужно потому что вы от тестировали там условный оператор у вас в тестовом покрытии написано все вот мы сходили по ив сходили по else но в действительности вы по их сходили потому что вы туда прибили гвоздями нолик и поэтому ив 0 сходил по клаузе else да вот а когда вам приезжает вместо нолика какой-нибудь значит непонятный объект тип но и вы тоже должны сходить по клаузе else а там внезапно выясняется что вы проверяете на 0 вот вам нет тестированный кусок поэтому значит возникает вопрос о том как в каком как бы в порядке выполняются ваши команды и каково окружение в тот момент когда они выполняются вот мой пример про 0 versus known это как раз про четвертый пункт про то какие наборы данных приезжают в те места где вы занимаетесь тестировать два последних требования в общем формально неописуемы по крайней мере в обычных языках программирования вот для того чтобы тестировать прямо вот разные экзекьюшн патт и даже с разными окружениями существуют специальные довольно замороченные дисциплины программирования про которым говорить нибудь еще один подход про тестирование смотрите вот у вас есть end user тесты тестеры которые тыкают в кнопочки по тестовому плану это разумеется ручное тестирование вот у вас есть обратная ситуация вы свою программу пишите так что в любой момент ее жизненного цикла она всегда находится протестированном состоянии ну например когда вы пушите код куда-нибудь на большой портал разработчики типа гитхаба или чего-нибудь такого там автоматически по пушу запускаются тесты для того чтобы автоматическое тестирование происходило должно быть разработано автоматизированное тестирование когда самими тестами занимаются роботы а вот команду протестируй то протестирую это дает пользователь вот примерно в это мы сегодня должны приехать автоматическое тестирование это вопрос сиай вопрос continuous integration видимо вопросы continuous integration мы вообще будем разбирать в майской единственной лекции которая у нас будет вот следите за рекламой да а вот автоматизированный тестирование то есть перевод из ручного тыканье в ножное мы с вами поговорим еще немножко бла-бла чтобы уж это самое закончить бла-бла на сегодня еще немножко бла-бла состоит в том что помимо юнит тестирования которым мы будем заниматься сегодня на самом деле есть еще три уровня тестирования которым мы заниматься не будем просто потому что это немножко другой объем кода и другой объем работ не влезающий в одну лекцию значит юнит тестирования это ситуация когда у вас написано библиотека модуль короче короче какой-то компонент может быть даже целое предложение только очень маленько и вы пишете тесты которые проверяют что все библиотеки модули функции вернее все функции библиотеки все модули все классы действительно работают так как от них это требуется то есть вы пилите вашу воображаемо пилите разумеется а может и не воображаем и может быть у вас есть строгая дисциплина программирования который такую распиливание предусматривает ваш корпус исходных текстов на юниты каждый из которых подлежит тестированию класс подлежит тестированию метод класса подлежит тестированию да там модуль подлежит тестированию вот это все и создаете тест который дергают вот эти юниты и проверяют что они функционируют как на этот уровень самый нижний называется юнит тестирование вот а следующий уровень это интеграционное тестирование которое появляется когда в вашем проекте есть компоненты программно друг от друга не зависящие ну или зависящие но в плане разработки друг от друга не зависящие то есть у вас есть одна компонент который где-то разрабатывается и другая что это значит это значит что в какой-то момент каждый из этих компонентов может проходить свою не тесты просто до посинения стопроцентно покрытие все а воспользоваться друг другом они не могут типичный пример пишите код используя устаревший модуль питона потом обновляете модуль питона там новая пи все валится ничего не работает вот при этом поскольку он внешне для вас этот модуль на него тестов не написано юнит потому что они не ваш его собственные юнит тесты поменялись и работают а вот в вашем проекте происходит непонятка это непонятка должна фиксироваться интеграционными тестами то есть тест мы при которых не только ваш исходный код или не только исходный код одного суд субпроекта в вашем большом проекте но и все остальные сваливаются в одну кучу и проверяется что они продолжают продолжают друг другу удовлетворять интеграционный тест происходит в окружении специально для этого создана но это еще не означает что после того как вы возьмете и куда-то установите ваш продукт он вообще нормально заработает понятно да то есть вы все сделали собрали там питоновское колесо для вашего модуля опубликовали его на пы-пы это колесо ну соответственно не только колесо вообще все а потом выясняется что пользователи пользоваться этим не могут после установки чет падает вот то есть по тестированию в специальном тестировать тестировочном окружении интеграционной не гарантирует что у конечного пользователя точнее тот продукт который вы делаете действительно будет работать всегда так как нужно так что есть еще системное тестирование то есть как бы имитация работы после дипломента а вот в больших проектах для этого прям специальные площадки разворачиваются в которой все диплоятся и тестирует вот ну и наконец есть всякие всякие волшебные штуки когда мы тестируем это на живых людях и люди говорят вот мне не нравится цвет кнопки или например мне не нравится что для достижения моей цели нужно нажать на 16 кнопок подряд в разных сочетаниях или например выясняется что там ну короче говоря какие-то непонятные для нас как для разработчиков свойства продукта которую тоже надо исследовать и для которых тоже существует какой-то наверное дисциплина ну я проект ничего не знаю так 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 надо заканчивать с бла-бла отлично андрей спасибо большое сейчас я куда-нибудь впишу про регрессии это шикарное замечание почему я мне не пришло оно в голову при подготовке этого текста я прям не понимаю вообще давайте давайте где-то отдельно вот отдельно прям введем пункт regression значит о чем разговор регрессионное тестирование эта ситуация когда на любом из этих уровней кстати сказать которую мы сейчас говорили вот прямо сейчас раньше тесты проходили все а теперь не все или раньше проходил их 80 процентов а теперь 75 процентов то есть ваша разработка внесла в процесс тестирования регрессии считается очень неплохой дисциплиной не допускать регрессии в тестировании то есть считать это очень приоритетной багой даже если это какая-то мелочь да то есть у вас не проходит какой-то тест по переводу чего-то во что-то где-то это если тестирование системное да или не проходит какой-то тест там вот одна значит интерфейс одной базой данных не про короче вроде бы мелочь но поскольку эта мелочь увеличивает количество непройденных тестов то есть как бы уменьшает качество продукта а если это еще и внутри юнит тестов какая-то регрессия это может со временем превратиться в лавину всевозможных неполадок потому что смотрим на правило номер 0 стоимость исправления дефекта возрастает пропорционально его возрасту чем дольше вы забиваете на исправление регрессии тем больше ее импакт на все остальное так что еще сказать значит тут рова спрашивает промок тестирования мои знания очень неглубокий на этот счет я что знаю то есть бла-бла я расскажу промок тестирования а вот реальный мог тест я очень надеюсь вставить в пример чуть полну когда буду работать с реальным примером на сегодня нам просто времени ну что последние слова про про бла-бла значит прогрессию я сказал спасибо спасибо андрей есть даже такая дисциплина разработки которая начинается с разработкой с разработки не работающих тестов вот в этом месте кстати очень пригодится то самый квази изготовление квази или мог объектов вот о которых будет разговор чуть сильно позже идея состоит в том что мы сначала пишем то есть вот есть три подхода до первый подход сначала пишем код потом начинаем писать тесты а или не начинаем или мы написали код так что к нему фиг напишешь тесты вот я например такой код написал сейчас страдает второй подход мы пишем код в котором реализована некая фича скажем в отдельном дереве дорабатываем фичу сразу в еще соседней ветке мы пишем к этой фичи тесты то есть когда у нас происходит финальный мерш у нас межится сначала исходный код разработанные фичи а потом еще из ветки с тестами мершится соответствующие ей тесты вот кстати сказать я говорил это уже про документацию скажу и про тестирование очень полезно тесты держать в отдельной ветке от разрабатываемого кода почему потому что написание кода и написание тестов к нему не всегда синхронны ну то есть вы можете ввести жесткой полисе чувак никакой фичи без тестов но боюсь что большинства людей которые сейчас делают семестровый проект уже не так соответственно если у вас нету полисе ни одной фичи без тестов значит у вас есть какой-то корпус исходников и к ним начинают писаться тест внимание вопрос вы уже написали все исходники либо продолжаете их как-то разрабатывать если вы продолжаете как-то разрабатывать исходники и продолжаете как-то разрабатывать тесты к ним то понятное дело что вот вы за за имплеметили какую-то фичу и тесты у вас отвалились вы начинаете резко их дорабатывать чтобы эту фичу поддерживать вот не дай бог у вас в одном и том же дереве исходных кодов окажутся тесты не для той версии вашего вашего продукта поэтому что нужно делать вот вас есть какая-то разработка сторонние вот вот есть пришел сорс вот 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 есть тесты фича сделано помержены в пришел сорс приходят люди которые пишут тесты межится с пришел сорс дорабатывают тесты получается получается корпус тестов которые соответствуют конкретный конкретному три на в корпусе исходных текстов и к нему они точно подходят дальше у вас пошло здесь здесь девелопинг здесь девелопинг дальше опять мы релизим какой-то какую-то версию догоняем веткой с тестами до этой версии подгоняем тесты работает да можно и так можно и так вот ruro предлагает просто в полисе вставить некоторый процент на покрытие если у нас покрытие слишком стала маленькая то все активно переключаются на разработку тестов а если она достаточно если она достигла некоторого уровня приемлемую то все переключаются на разработку фич это вопрос уже управление разработкой вот в который я сейчас не вдаюсь но идея интересная наконец есть третий подход который называется тдд тест driven development вот что вы сначала пишите все тесты ну понятно что для этого нам нужно разработать всю архитектуру сначала такого конечно не бывает но до какой-то степени это можно сделать и обмазываете эти тесты заглушками то есть объектами которые ничего не делают только паду только существуют и падают тут замечание true rock который видимо больше в теме даже чем я поэтому я несколько несколько смущаюсь с ним дискутировать но тем не менее я зачту потом эти все замечания его но договорим здесь итак разработка через тестирование что сначала разрабатываются тесты и не работающий код все тесты по началам падают кстати сказать если тест не падает на неработающем коде то это плохой негодный тест они все должны падать вот потом пишется код в какой-то момент тест перестает падать профит более того код меняется а тест поскольку он заготовлен заранее описывает свойства вашего продукта все равно не падает вот такая вот штука это довольно жесткая дисциплина мы этим заниматься не послушайте нам пора заниматься уже кончать бла-бла и начать говорить про мод про юнит тест а значит зачитываю замечание от от ruro во первых ruro совершенно логично замечает что мы можем отлично реализовать прямо юнит тестирования с какими-то сторонними модулями которые мы не используем если вместо этих сторонних модулей мы напишем заглушку которая будет реагировать так как мы предполагаем что реагирует сторонний модуль и именно это и ровно это называется квази объектом квази модулем и так дальше короче говоря мог тестами до замечание абсолютно верно и мы опять же если успеем поговорим на эту тему это можно сделать ну в общем вот значит теперь замечание от от алексея глоткова интересно тот ли сам этот алексей глотков которого я хорошо знаю он замечает что регрессии бывает не только по качеству тестов но по их количеству вас и приводит примеры двух тестовых скажем так окружение одно называется smoke другое sanity в которых на этот счет что-то делают ребят я далек от промышленного программирования и вот в такие глубины залезать прямо сейчас прямо на лекции не хочу совсем потому что ну в общем в этом смысле буду рассуждать как дилетант так что о велкам в чатик вот в чатике можно такие вещи обсуждать уже со знанием дела наконец 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 андрей спрашивает а не получается ли так что если мы делаем если мы делаем т.д.д. тест-driven development то люди начинают подгонять код под прохождение тестов вместо того чтобы понимать о суть языка программирования понимаете андрей такие штуки как т.д.д. они не для изучения языка программирования они для промышленной разработки там уже все люди предполагается в команде а собаку съели кошкой закусили в этом вашем языке программирования да их задача как можно быстрее как можно качественнее написать продукт вот и в этом смысле придерживание вот такой дисциплины помогает понятное дело что если ты вообще не очень хорошо разбираешься что ты пишешь такой индустриальное программирование получается да в этом смысле да получается подгонка одно под другое ну дисциплина она есть дисциплина она предусматривается владение слушайте нам пора разговаривать уже про человеческих вещах значит это всякая терминология которую я наверное не буду использовать вот в общем это как как какие-то абсолютно от капитана очевидность термины единственное что стоит сказать что ошибка дефект и сбой при тестировании это разные вещи то что программист допустил ошибку что-то не так написал вообще никак проверить нельзя совсем ну теоретически нельзя написал какой-то код а он вместо там вот в непонятно каких случаях вместо трех возвращает 4 и вы не знаете в каких случаях поэтому вы не можете написать тест на эту тему ошибка программиста не детектируема в общем случае дефект в программе то есть конкретно материально выраженный субстрат ошибки программиста чуть более детектируем но в общем случае тоже не диктируем потому что вы можете не понять как формализуем этот дефект и соответственно не придумать к нему тест кейс единственное что реально детективно это программный сбой когда программа работает не так как вы ожидаете и это можно проверить вот то есть смотрим на термин green test trap тестирование может доказать наличие дефектов на них отсутствует значит ошибку программиста проверить нельзя это в его голове дефект в программе то есть материальный субстрат ошибки программисты проверить проще но тоже в общем случае нельзя мы можем поверить синтаксическая ошибка мы можем проверить присваивание ни того ни туда но мы в общем случае не можем если все выглядят совершенно шоколадно не мы не можем предполагать что в каких-то непонятных ситуациях программа будет работать не так как мы хотели единственное что мы можем реально детектировать и это предположить что вот в этом месте может проявить и сбой то есть программа будет работать не так как мы хотим вот и проверить этот сбой смотрим green test trap тестирование может доказать наличие дефектов может доказать наличие дефектов но не может доказать их отсутствие то есть пойманный сбой это реальность а пойманный дефект это ну сколько можно понятное дело что мы только повышаем вероятно этого дела вот значит кстати сказать обратное тоже неверно значит не все это не все проваленные тесты означают дефекты вот это может быть просто нереализованные фича это может быть ситуация когда в техническом задании просто не написано что здесь должно происходить вот еще что-то потом все братцы я чет полчаса занимался бла-бла а у нас тут вот как и обещал самый смешной самый смешной из а тестовых фреймворков кстати сказать не такой уж и поганый смысле не такой уж и слабенький называется док тест мы скорее всего с вами им пользоваться не будем хотя черт его хотя нет вот смотрите вот этот док тест явно проходит проходит пидок ставил да значит док тест эта ситуация когда мы помещаем тестирование наших небольших кусочков кода прямо в документацию по коду давайте попробуем давайте попробуем функцию в лекциях у нас была функция которая мучит не вижу не вижу а значит повода отказываться от функции который мучит там я забыл правильно на 2 такси да вот вот такая офигительная функция так что там теперь от меня надо два blank line надо и плюсики надо разделить все ты душенька довольно это н спасибо дорогая спасибо 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 ну вот такая прекрасная функция му да отличная функция му так вот а а опыдок позволяет нам делать буквально следующее я бы даже сказал вот так вот подок тест вставить пример прямо из командной строки как мы это делаем да конечно док тест он вы и он есть база поставки разумеется я пока что говорю про базу поставки юнитос кстати есть тоже вот а вот коверджи нету нормального единственное что я бы наверное написал не хотя давайте проверим вот давайте мы тут чтобы не нарушать единообразие запустим пипен единообразие запустим пипен нет python минус м док тест чё файл файл нужен минус в минус м док тест чё а минус в здесь смотрите что произошло наш модуль докторест залез в док стринг к нашей функции говорит так ща попробуем му от девяти должно вернуть вот такое ой правда попробуем му от нуля должно вернуть тоже правда давайте еще файл файлер текст туда забьем да ёлки не торопиться давайте неправильный тест напишем тут уберем минус в чтобы видеть только ошибочные тесты séance всего вот пожалуйста значит попытались от тестировать муют четырех ожидали муууу а получили мугуу, ну в общем мы а получили то мы правильно может тест неправильно напишали х.. х.. х вот такая вот а загогулина это между прочим не самое не самая такая тривиальная загогулина в том смысле, что помимо ну, тут видите, более сложная функция не самая тривиальная загогулина потому что помимо разнообразных тестов можно, например, тестировать исключение. Давайте мы доделаем нашу функцию значит, впишем в нее допустим а, ничего не нужно давайте, доделаем просто нашу функцию moot скажем, q шмяк он говорит, не, не умею копипастим всю эту фигню так, здесь у нас 4 вот обратите внимание на то, что можно закрепостить прямо так но, разумеется, разумеется, вот эти вот строчки они, в общем могут отличаться в разных случаях при запуске поэтому они по доктестам просто пропускают с мимо ушей сейчас давайте прямо проверим давайте еще минус в, скажем, да вот проверим, что работает так уберем что там можно убрать да, уберем вот эти вот строчки они не нужны можно там даже вот вот так поставить или или вот так поставить мне кажется, вполне вполне сойдет да 20 вот значит эта ситуация когда у нас доктесты обрабатывают еще и исключения вот что они еще умеют а они еще имеют внешние доктесты похоже, что мы почти все интерфейс между доктестом и юниттестом есть похоже, что мы все уже посмотрели что интересное есть на самом деле он, видите, гораздо более хитрый и можно воспользоваться по-разному ну, в общем можно даже, смотрите специальный экземпл-обжект из-за вас ну, в общем, наверное, мы туда залезать не будем да значит что нам нужно еще поговорить про доктест в принципе как вы видите большое количество тестов загаживает код и выглядит это, ну, так себе вот поэтому вы можете вынести вот эти тесты вот эти тексты с тестами в отдельный файл причем он может быть как в сфинксе restructured test и в него вставить прям рассказ о том как тестировать нашу функцию сейчас я тут подгляжу во, смотрите прям скрипипащу сюда вот значит только у нас называется не mu, а modul да а давайте мы его переименуем в mu, как в примере сейчас секунду mu, modul mu.py вот значит фактически здесь написано все то же самое что мы видели в обычном доктесте вот кроме того, что это тестерни еще и модуля мы говорим импорт mu и значит ну вот что давайте проверим значит да к нему нужно написать какую-то программу ну можно вот так вот сделать да можно просто сказать импорт доктест и доктест точка тест файл как он там у нас назывался тест с точкой рст а там восклицательный знак окей исправляем так а что это значит name tests not defined что я сделал не так а там я понял там кавычки неправильно все просто о непонятно как тут вербосс включить а понятно как вербосс включить надо все файл все-таки положить и тогда все будет да здесь вот сделать вот так вот то все заработает так python 3 минус ну что там do test минус v че а xtest да торможу я скопипастил и не исправил он же не xtest называется а test c rest ну вот вот вам пожалуйста мы взяли и перенесли теперь можем вообще перенести все из не здесь все из нашего оттестируемого модуля в эту самую вот сюда да ну вот причем обратите внимание что мы можем даже писать как-то так давайте еще здесь пишем надо единственное что я вот смотрю а можно да отлично проверяем файл говорит что тебе не нравится name moon defined что я сделал не так сейчас секунду а mu mu потому что потому что mu mu давайте тогда здесь тоже скажем сейчас нет вот так вот ну вот что один фейлер кто у нас фейлер а mu mu все таки я сделал ну тупой да тупой тупой раз отлично вот такая хигня значит очень смешная штука на самом деле вынесением тестов наружу можно вполне вполне оформлять доктесты к вашему проекту но совершенно очевидно что это далеко не самый удобный фреймворк если у вас реально работа идет просто такая смешная вещь более серьезные фреймворки выстраивают целую иерархию тестирование вот потому что понятное дело большой проект много ответвлений значит ну в общем вот что-то как-то не сначала начато немножко терминологии да чтобы было понятно что во что вложено и что чем является есть базовое понятие это тест кейс тест кейс это определение того чего мы вообще говоря тестируем ну там тестируем такой-то класс тестируем такую-то функцию она должна проходить тесты кейс в этом кейсе могут быть еще подтесты потому что например у нас там вызывается функция со 150 различными значениями и мы хотим чтобы в отчете не было написано что функция там не сработала на ваших 150 значениях а в отчете было написано что функция сработала на 148 значениях а на двух не сработал вот на этом и на этом то есть чтобы какие-то тесты которые происходят внутри других тестов считались за отдельные да под тест всю вот эту бодягу можно объединять в тест-сьюты которые для простых случаев не нужны у вас один-сьют потестировать все да а для сложных случаев или для больших проектов разумеется нужны потестировать то потестировать все потестировать в отсутствие интернета потестировать в наличии интернета вот это вот вот такие вот вещи поскольку написание кейсов это оно идет либо на некотором языке специальном либо на Питоне но с использованием всяких специальных объектов понятное дело запуск этих кейсов управляется некоторым раннером то есть чем-то чтобы так вот сейчас я соберу все тесты и их по очереди запущу потом сгенерирую вам отчет выбору вот и отдельное понятие фикстура которая предназначена вот для чего предположим вы тестирует внизу класс какой для того чтобы этот класс вообще заработал ну или нет самый простой способ простой разговор в этом чтобы вы текстируете гуи да вот наш семестровый проект если кто-то его делать с гуи и вам нужно проверить что все кнопочки находятся ну вот такой тест написали на своих местах чтобы это проверить на сначала запустить весь гуи сходить в него и бронет вот запустить весь гуи сформировать там какую-то какую-то объектную окружение на котором потом будут эти тесты это и есть часть с этап от вашей фикстуры соответственно дальше идут какие-то тест дальше идет собственно ваш тест вот а дальше вы говорите ну все тест прошел надо все выключать или значит гуи останавливать чтобы он потом не помешал следующим запуском других тестов и это заключительная часть тердаун вашей фикстуры короче говоря фикстура это подготовка окружения и очистка этого окружения после того как что-то произошло вот такое странное слово откуда оно взялось непонятно вот а мой этот юнит тест давайте на него посмотрим свойства очень в общем он как раз этой теории вполне соответствует в нем есть фикстуры в нем есть тесты сьют и в нем есть раннер вот это все вот значит тест кейс это такой класс который в котором есть несколько функций который тестирует то что вам нужно в каждом в каждом кейсе есть возможность предусмотреть фикстуру который что-то включает и что-то выключает вот и классы кейсы можно объединять все ты и сьют и может добавлять сьют и вот и всем этим занимается раннер который по умолчанию просто дергать единственный сьют который вы сделали но если вы сделали больше одного то вам это придет сделать руками вот значит тут к сожалению не все можно пощупать руками прямо сейчас именно то что мои примеры не заработали так это док тест закроем его вот ну вот тут например вот эту штуку например можно сделать давайте скопипастим и посмотрим как это работает вот да спасибо спасибо питом про который говорит что разумеется с этапы есть еще и для чем для целого сьюта или есть у вас один сьют для всей среды целиком понятное дело что например если вы тестируете приложеньку то один большой сетап на то чтобы запустить всю приложеньку ну вот а потом много тест кейсов которые что-то в этой приложеньке тестируют да значит смотрите ну вот пожалуйста значит пример тестирование строковых методов что здесь написано здесь написано что у нас есть один класс который называется тест стринг метод и буду унаследовать от тест кейса это тест кейс то есть это одно тестирование чего-то вот да он состоит из трех функций первая функция проверяет что фу апер это фу вот обратите внимание на еще одну особенность метод фреймворка который называемый юнит тест у него в качестве тестирующих функций используются специальные методы под названием от ассер чего-то там вот этих ассер чего-то там в а юнит тесте довольно много вот здесь некоторые из них используют я так чувствую нас тут подобрались люди которые активно это самое занимаются тестированием гораздо больше чем я потому что сразу опыт виден вот это пример от примитивного теста здесь обратите внимание один тест должен проверить наличие сразу двух свойств да вот и это будет считаться что один тест прошел вот и здесь мы тестируем функцию сплит вас в которой значит опять же смотрите все это написано просто на питоне вот в которой мы должны проверить что сплит это хелло ворл и воспользоваться еще одним свойством преморка юнит тест который позволяет который позволяет проверять ассерт на там что-то в данном случае ассерт на возникновение исключения типа тайпьера вот мы при этом не можем просто так вызвать метод там типа ассерт эквал вот мы должны как-то более хитро это обернуть чтобы не было аберрации с исключениями и для этого используется понятие контекстного менеджера то есть мы говорим так значит сейчас будет некоторый контекст внутри которого должен произойти то пьера палат должен но он и произойдет вот что здесь вот как это примерно да как-то работает ну я думаю что это работает очень просто и тест нету петеста пальцем минус а его по можно прямо так сказать можно сказать поэтому вот эту фигню минус в ну как видите все хорошо вот он нам рассказал в каких в каких местах нашлось значит давайте попробуем сделать провальный тест да ну не знаю вот здесь например написать дело в том что такой сплит сработает и никакого тайпьера не вы не возникнет давайте попробуем вот пожалуйста вот один из тестов провалился значит сплит у нас не прошел мы ожидали тайпьера вместо этого ничего хорошего не произошло ну окей значит будем будем знать что это был тест неправильный вот давайте вернем вот помимо ситуация когда мы написали тестирующую программу и запускали ее ручками мы вполне можем сделать этот тест в качестве а кстати по моему это прям так пойдет значит пайтон сейчас пайтон минус м 0 тест говорит мт модульный ага значит в данном случае мы написали программу сами но мы можем сделать так чтобы внутри нашего модуля хранились тесты и юнит тест просто их находил как он их находит он импортирует все модули смотрят нет ли среди них значит среди их контента объектов которые соответствуют тест кейзом вот этому всему сейчас давайте попробуем я вот думаю пуха пытаюсь понять по какому принципу на это делаем я чё запамятовал must be модуль то есть опыт джесс а окей понятно то есть там должен быть одновременно все я понял в начале имени сейчас в начале имени то есть тест чего-то там то есть я просто неправильно писал вот здесь да ну давайте попробуем чит забыл я да спасибо большое спасибо питом прок вы спасли меня от еще нескольких минут она была неправильная дисковерю устроен самым типом образом просто смотрит на наличие файлов которые начинаются на словах тест вот пожалуйста вот он их нашел вот значит обратите внимание на то что понятное дело большие проекты не лежат просто в отдельных файлах они оформлены как пакеты и модули вот дисковер умеет находить пакеты и модули и умеет находить в них значит соответствующие кусочки для тестов вот ну и собственно вы можете совершенно славно написать свою собственную свой собственный проект набросав туда тестов написанных на юнит тест дисковер все найдет вот вот пример фикстуры пример фикстуры состоит в том что прежде чем запустить тест мы должны создать какое-то окружение внутри которого этот тест будет проходить вот в данном случае это какой-то воображаемый виджет ну давайте это скопи пасте мы изобретем этот воображаемый виджет время есть интересно же так значит жмяк начинается вот здесь я честно не знаю как правильно сделать видимо надо отсюда проимпортить соответствующий модуль с виджетом вот да да тут ничего не нужно вот хорошо бы чтобы я умел в моке но к сожалению в маке я не умею тут бы прям вот мог вот так вот бы нам пригодился но что поделаешь это к сожалению то до чего не дошел вот буквально через год если будет у нас такой курс я уже обещаю про моке рассказать вот значит прям вот руки чуть чашется но но нет не успел что тот хочет у него должен быть у него должен быть метод сайс который возвращает 50 на 50 вот и у него должен метод 3 сайс сэл вид хейст да тест не пройдет у вас ну и хорошо что не пройдет интересно же так и здесь надо видимо про импортить этот виджет так счете не нравится ему не нравится in the почти наверняка а нет missing white space автор автор вот это вот так спасибо дорогая ты всегда следишь за качеством моего кода что тебе еще не нравится инвалид синтекс говорит а ну еще о супер пробуем значит по моей мысли что должно сейчас произойти по моей мысли сейчас при попытке запустить вот этот тест будет проимпортирован соответственно класс виджет в качестве фикстуры класса заведется экземпляр этого класса дальше мы будем во всех тестах работать с этой фикстурой этот тест пройдет этот тест не пройдется ну собственно вот давайте проверим шабах значит один тест зафейлился вот все остальные прошли три оттуда два оттуда давайте скажем минус в мы увидим все эти тесты видите это это наши тесты которые он нашел в тест стр это наши тесты которые нашел в тест вид вот этот тест прошел вот этот не прошел почему не прошел ну потому что мы не реализовали функцию рисовать вот почему не прошел цветы driven development прям какой то получается так что нам нужно нам нужно в ресайзе на самом деле сделать не так только сайс сайс равняется 50 на 50 на 50 я сказал здесь естественно ретернуть с сайл . сайс а х и вот теперь наши тесты должны пройти чё что я сделал неправильно понятно а нельзя торопиться отлично у нас два поле сайс оба 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 я выстрел себя в ногу спасибо что есть тесты которые все это проверили смотрите как хорошо а то бы сейчас думал почему как именно я выстрел себе в ногу а теперь выяснилось что очень просто выступил себя в ногу уйди отсюда тогда работает да но самое регрессивное тестирование было бы не прошло раньше не приходило отлично алексей замечает что тут внезапно прямо прямо перед нами произошло регрессивное тестирование не приходил один тест а теперь не проходит два что-то я напортачил ну напортачил да поскольку у нас есть сетап в нашем тест кейзе в нем может быть и тир даун в котором в котором мы описываем как зачистить пространство тестирования перед следующим тестом вот давайте только что там вот так да вот все шикарно а значит ну здесь объясняется как делать сьют если вы не хотите запускать раннер самостоятельно собственно вот этот код в действительности вот этот код и вот этот код в действительности запускаются под капотом когда вы говорите вот так да юнит тест занимается дискайвери ваших тестов он складывает их в один большой сьют дергает этот сьют с помощью раннера не хотите так делайте так спасибо пайзан прок я забыл об этом упомянуть порядок тестирования порядок запуска тестов понятно что тесты запускаются все то есть вы когда запускаете тесты вы говорите что вы запускаете весь сьют одновременно просто некоторые из них валятся тем не менее порядок запуска теста бывает важен вот и он управляется тупо именем смотрите и с у это в этом сьюте и d w это в этом сьюте как правильно замечает python прок если вы хотите упорядочить их по-другому вы просто берете давайте я сейчас прямо это сделаю при вас и делайте так чтобы их лексикографическое упорядочивание было было таким как вы хотите вот теперь они будут выполняться сначала аппер потом из аппера потом сплит проверяем все так и есть вот спасибо замечание так отлично 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 значит мне кажется что я не успеваю больше показать ничего руками именно потому что у меня готовых примеров нету давайте почитаем глазами что еще умеет что еще умеет юнитест кстати есть прекрасная методичка по юнитестированию вот что еще умеет юнитест он умеет пропускать тесты по условию вы говорите этот тест вообще пропустите этот тест пропустите если версия равно вот этому этот тест пропустите если название вашей операционной системы к несчастью начинается на вин вот ну в общем вот и более того вы можете даже дернуть функцию skip test изнутри вашего теста в случае если вы проверили какое-то условие а оно не 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 валидно что такое скипнутые тесты скипнутые тесты это тесты которые считаются окей просто не выполняются такое довольно часто бывает в больших проектах некоторые тесты в некоторых при некоторых условиях выполнять не надо они нужны при других условиях бога райт так что еще а ожидаемый сбой ну ожидаемый сбой это понятно так это саб тесты это не интересно сейчас давайте мы посмотрим про ожидаемый сбой а expecting файлов вот он о что такое expecting файлов это декоратор который мы обмазываем ваш тест про то что в котором говорится что этот тест и должен упасть зачем это нужно делать ну например в ситуации когда когда вы все нам пора пора переключаться на мог и п тест например в ситуации когда вы просто эту фичу не реализовали у вас есть запасной тест вы не пользуетесь тдд в котором должно быть написано что значит столько тестов провалено столько не провалено вот или вы временно отломали эту фичу потому что вы ведете активный девелопмент вот этого самого места и она теперь падает потом перестает и чтобы вам значит автоматические проверяльщики не ругались что у вас целый целый один тест падает вы обмазывать его эксперт файл а потом этот эксперт файл убираете например такой вариант по тесты сказал еще обработка сигналов да если вы занимаетесь этим делом на типа линукс или на чем то таком вот у вас может быть ситуация когда то что вы запустили падает потому что там не знаю вы дернули какой-то сишный модуль а он всю память съел или еще что-то или довольно часто бывает так что пользователь на control c нажал короче говоря ну на самом деле это и есть самое частое пользователь не дождался конца тестов нажал на control c в чем проблема запуска тест сьюта в этом смысле тесты не дошли был бы очень неплохо обработать ситуацию когда пользователь прибил запуск вашего тест сьюта и что-то такое написать в протоколе ну например что а 200 тестов все-таки пройдены ни одной ошибки ну не что-нибудь такое вот для этого существует обработка системы так все значит мы заканчиваем с этим и начинаем с очередной бла-бла про мокер как было правильно сказано сегодня в начале лекции часто бывает ситуация когда вы хотите написать тест тест но частично то окружение которое вы собираетесь потестировать в данный момент вообще отсутствует оно будет потом но вот в данный момент оно отсутствует что можно сделать взять и создать дешевую пластиковую имитацию этого окружения такой квази объект который будет обладать теми нужными свойствами которые у вас в тесте используются вот а всеми остальными свойствами обладать не будет вот ну вот для этого существует специальный дисциплина который называется мог о которой сегодня несколько раз упоминались в юнит тесте есть прекрасный под модуль который называется мог который ровно для этого а в нем есть прекрасный значит объект вернее класс который называется magic мог который создает ну такой вот всеумеющий объект в котором все есть поля какие-то есть возвращаемые значения какое-то есть ну вообще все может а потом вы описываете свойства этого объекта который вы хотите ну в частности я могу эти примеры скопипастить но мне кажется глазками осталось пять минут мне кажется глазками проще в этом разобраться вот у нас есть наш продакшн класс это вот наш класс который мы хотим потестить мы берем и перебиваем в этом продакшн классе метод и говорим этот метод будет возвращать 3 все вот он будет возвращать 3 и проверяем метод возвращает 3 или нет обратите внимание что наличие этого метода в классе изначально не предполагалось возможно это вообще какой-то пустой класс просто нам нужно что в нем был метод под названием метод принимающий какие-то параметры и единственное что от него хотим что он возвращает 3 ну окей да вот он возвратил 3 и вот мы проверили что его да и собрал проверяем проверяем мы не это это просто метод обладающий функцией возвращать 3 мы проверяем что этот метод был вызван действительно с параметрами 3 4 5 и key value вот что мы проверяем assert нет magic мог умеет такие штуки запоминать записывать а потом говорить да ребята действительно с этими с этими параметрами метод и вызвали более того этот метод может а там внутри нашего продакшн класса вполне себе существовать просто мы его как это сказать перебили руками потому что нам нужно было затестить вот это вот это перебитие руками называется monkey patching очень удобная штука если вы потом не собираетесь использовать вот этот продакшн класс точнее конкретно вот этот экземпляр продакшн класс под названием цинк вы можете его расхреначить по полной программе набить его фальшивыми мог объектами которые делают то что вы хотят то что вы хотите то что вы ожидаете от этого класса очень быстро делают потому что вот возвращать 3 все то что он при этом принимает какое-то количество параметров да любое количество параметров он принимает но потом спросим какой и каких а дальше проверяйте то что вам нужно что ваш замечательная библиотека действительно вызвала этот метод с этим параметрами вот что можно еще делать можно инжектить инжектить всякие сайд-эффекты в работу в работу в работу того дерева того графа графа объект в который вы собираетесь тестировать взять и подменить где-то там в конце какой-то концевой метод на мокер который будет взять будет вызывать keyer зачем это может быть нужно за тем что у вас все всегда работает и вы не можете себе представить ситуации при которых ваш вот вот этот вот метод действительно выдаст keyer а он может ну мало ли что какая-то база данных как-то заглючила там всегда были числа а тут приехал там не знаю ноун и вам нужно потестировать ситуацию что будет делать вся система если вместо какого-то заваляющего метода при вызове этого метода выводится keyer что вы делаете делаете mock объект вот такой запихиваете в этот метод дергаете этот метод дергаете не его дергаете всю систему эта система в конце концов дергает этот метод вываливается keyer тестируете ситуацию что случится если приедет keyer такой инжект события что еще про мокер можно рассказать про мокер можно рассказывать довольно долго потому что это основной способ тестирования в ситуации когда вам очень лень изготавливать нужные объекты или когда вам нужно на скорую руку монкипатчить эти самые объекты чтобы они обладали заведомо известными свойствами и вы не хотите использовать логику программы там ну допустим накликивать на интерфейсе все правильные кнопочки чтобы в результате к вам приехало значение поля то которое вы хотите а прибить туда мокер объект который вернет это значение вот я уже предупреждал что в этом я не главный мастак я по всей видимости буду использовать мокер для того чтобы делать пример для значит нашего муляжа этого самого муляжа о еще покрытие черт и время почти не осталось ладно все проехали с мокером значит основная идея понятна дальше надо разбираться не успею рассказать про покрытие это плохо давайте мы вот что сделаем мы начнем с конца чтобы хотя бы вы увидели как это работает а потом я да значит основное про покрытие я говорил много бла бла соответственно про это бла бла я повторять не буду вот основной модуль который чаще всего используют для замерки покрытия так и называется coverage он довольно развесистый но он реально развесистый о смотрите сколько у него бейджиков на пп вот у него 95 процентное покрытие своего собственного ухода тестами а вот да а значит он значит он может в юнит тест может в птест и может уже может в ноут хотя носу устарел вот у него есть там всякие волшебные штуки в том числе кстати сказать журналирование контекста это ответ на вопрос как критические наборы данных проверять вот давайте мы его сейчас да значит и еще один модуль который реально чаще всего используется для тестирования это модуль птест вот его главная фишка в том что у него тест кейсы гораздо проще выглядят чем в юнит тесте вы просто пользуетесь ассертом прямо ассертом ассер видите вот и в этом смысле они выглядят более более наглядными чем в юнит тесте и он очень очень развесистый для него овер до хрена плагинов вот еще его его важная фишка у него очень много готовых фикстур да в реальном процессе вы разумеется в качестве фикстуры используете какие-то заготовки да так вот готовых фикстуров в птесте просто очень много ну в общем там monkey patch прямо отдельно целый целая логика monkey patch вот это все вот вот значит у нас не осталось времени совсем но я все таки покажу попробую я думаю что это будет быстро если у нас ничего не заглючит попробую быстро показать пример все работы всего этого безобразия вот на примере вот такого проекта который называется pdb pdb это отладчик для питона так что туда надо поставить туда надо поставить много чего ну давайте мы поставим то что написано вот здесь да pip install минус r requirements text ну пускай сама собирает вот он поставил модуль coverage видите он поставил модуль кодиков кодиков это какой-то более верхний уровень coverage он поставил модуль ptest cove это плагин cove к ptest вот часть из этих модулей он зараза собирает из исходников ну пускай собирает о напихал однако ну ладно напихал и напихал в данном случае нам неинтересно сколько он с собой принес главное что мы что нам принесли ptest нам принесли ptest нам принесли coverage нам принесли кодиков который не знаю зачем он нужен вот и нам принесли главный плагин ptest cove к этому самому да сначала нужно собрать модуль это у нас тема следующей лекции ну собираются модуль pdb он находится в каталоге build вот он да соответственно нам нужно при тестировании тестировать не исходные тексты обратите внимание это важно поэтому я завел этот разговор хотя время уже практически уже выжили все при тестировании нужно тестировать не исходные тексты а сформированный дистрибутив понятное дело что если вы как-то неправильно написали дипломент то у вас дистрибутиве приедет не все или приедет не так и тестирование его не пройдет а тестирование вашего исходного кода пройдет поэтому надо добавить в python path соответствующую после чего у вас можно пускать по тест вот он сидит тестирует видите 5 секунд на 30 тестов можно сказать ему минус в он про каждый тест расскажет что он делает вот давайте беру попавшийся как видите разница не слишком велика вот хотя ведь тут много всяких всяких волшебных штук которые можно присобачить какие-то патчек логинг ну короче вот более сложной системы так что еще не рассказал про коверидж да это все ради ковериджи затеял может значит к нам приехал модуль по тестков мы можем запустить вот такую строчку и посмотреть что там с покрытием тестов в обратите внимание что нам сгенерировалось сколько строк покрытия сколько строк не покрылась сколько условных операторов было сработано сколько условных операторов не сработало или сработало в одну сторону ну вот ну в общем вот такие вот такие вот данные да значит понятное дело что чем лучше вот этот overall тем считается это кодовое покрытие лучше кстати не сработавший условный оператор или сабор условный оператор с работающим в одну сторону это тоже про экзекьюшн пас о котором я говорил в начале лекции у меня тут пришла в голову одна мысль с вашего позволения потрачу буквально две минуты на проверку ее и если 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 нет то нет значит как у нас называлась друг тест да да не шал пошел у меня возникло ощущение что на самом деле птс можно применить к нашему коверич можно применить к нашему проекту ну и вот коверич ран минус минус минусом юниты discover а ну-ка давайте только давайте поставим его тип инсталл коверич а при этом он генерирует какой-то от отчета коверич его надо потом посмотреть коверич репорт потому что вот тут он лежит вот здесь вот видите вот здесь о шикарное ну вот вот теперь моя цель вообще полностью выполнена мы даже руками воспользовались модулем коверич которые случае теста просто запускается вот так вот да вот а результат он хранит в специальном файле там можно базу данных даже подключить под названием коверич эта база данных и есть эскулайтовая как видите вот так что не будем в нее смотреть и вот он по ней делает отчет да все обратите внимание что он по ходу сделал отчет еще по virtual n вот так вышло как это дело исключать читайте в документации по коверич времени у нас нет значит домашнее задание разумеется состоит в том что вы добавить в свой семестровый проект поддержку тестов надо решить что вы собираетесь тестировать что не собираетесь я не настаиваю на стопроцентном покрытии надо если вы по очищанию задизайнили ваш проект так что там тестировать вообще нечего передизайнить его таким образом чтобы что-то соответствовало все таки можно было обмазать тестами и обмазать тестами для шестых и возможно четвертых но почему-то четвертый курс ко мне не обращались для шестых курсов у которых через неделю сессия это последняя лекция за которую я потребую отчет вот следующая лекция которая 29 числа про deployment она уже в задание для шестых курсов не входит но впрочем вы в чатике все видели я просто сообщаю о том что на самом деле у нас планируется еще две лекции лекция про deployment вот и возможно я не уверен но очень хочу лекции по CI вот ну и связанные с CI всякими проблемами если есть вопросы задавайте правда мы уже 7 минут овертайм но тем не менее задавайте поскольку из вопросов нету то видимо все хорошо всем спасибо и до встречи через неделю до встречи